здравствуйте дорогие наши друзья мы вместе с вами сейчас сегодня у нас праздник mother's day мамын день мы всех мам всех женщин поздравляем с этим праздником пусть божье благословение сопровождает вас всегда вы особые ценные избранные бог каждого избрал из вас для служения неповторимого и как мы уже раньше говорили это самая большая награда которая будет на небе это награда матерей которые исполнили свой долг от души вы даете жизнь вы участвуете в приходе человека на землю мы вас поздравляем желаем вам здоровья желаем вам благословений многих желаем вам чтобы ваши мужья ваши дети вас уважали почитали слушали любили и даже те из детей которые уже потеряли своих мам они ушли на небо нам уже пошел и она жила и папа же уж мы хотим сказать что берите себя в руки потому что вы не одни таких как вас много которые уже остались без мам и они ушли на небо я хочу сказать тем детям у которых еще есть мамочки звоните пишите им текст этим спрашивайте как у них тела проведет в гости потому что им так приятно не забывайте своих родных мамочек и мы тоже эту песню споем это классика тихо сгущаются тени многие из вас которые росли в христианских семьях много лет назад вы помните эту песню мы хотим для всех вас пожелать не только для мам а пожелать и для детей за которых молились мамы потому что много много молитв мамы приносят перед богом за своих детей и не всегда молитвы исполняются сразу при жизни мамы очень часто мамы уже уходят на небо а бог исполняет молитву мамы всегда молитесь и знаете что молитвы ваши приходят богу и они исполняются молитвой вместе с нами спойте пожалуйста тихо сгущается тени светится тускла луна мама стоит у постели молит за богу ума но ты всегда молилась за меня скажи спасите в том что я не без с на Радоваться там, скажи, спаситель, маме, что я твой. Если беда постучится, кто же еще, как не ты, Станет с мольбою молиться, чтобы все беды ушли. О, мама, ты всегда молилась за меня. Скажи, спаситель, маме, что я твой. Приду к ней в небеса и радоваться там. Скажи, спаситель, маме, что я твой. А сейчас Сережа в этой передаче расскажет о своей родной маме, которая родила его и воспитала. Он хочет подробнее рассказать и также посвятить песню для нее. В том году я рассказывала о своей маме. Кто хочет, может посмотреть, там внизу я поставлю линк за мою маму. В этот Мадерсдейль, этот мамень день мы посвятим для Сережиной мамочки, которая уже с Господом, которая прошла очень много вещей, которые многие даже, может, и дети не знают. Так что, пожалуйста, слушайте. Я хочу сделать это очень коротко, но я даже не знаю, получится ли так быстро, коротко сделать. Нашу маму звать Раиса Андреевна. Девичья фамилия не Чапуренко, а фамилия Попкова. И она по-своему, как каждая мама, особая мама. Она воспитала 11 детей. Пятеро детей были сиротами. Что особенного в ее жизни, вот когда я созванивался с всеми моими братьями и сестрами, почти всеми, которые знают больше, чем я, какую-то я брал информацию. Потому что ты по счету какой? Восьмой, да? Я восьмой по счету, как Давид был. Вот. И интересно то, что я хочу, коротко, но я хочу сказать что-то, почему мне кажется, что она особая. Ну, во-первых, у нее самое детство началось интересно. Она родилась в день похорон Владимира Ильича Ленина. Это интересная вещь, на которую я обратил внимание. Во-вторых, она родилась в верующей православной семье. Она из православной семьи верующих. И по-своему ее водили в церковь, мама молилась и так далее. И потом, по ходу дела, как-то она больше узнавала о Боге. Она поступила в университет. В университете была на четвертом курсе преподавания русского языка и литературы. И в университете она приняла Иисуса Христа в свое сердце как личного спасителя. Она была комсоргом комсомольской организации. Ну, представляете, что такое в 30-е годы. В 30-е годы быть комсоргом в университете – это очень тяжело. Она была умная, воспитанная, интеллигентная девушка. Она разговаривала на немецком языке, чисто, очень чисто. Училась в самой школе, в университете. Она очень много читала книг, разной литературы. Была очень разносторонне развита. И когда немецкая Германия оккупировала Украину, она жила в Кремрагу к тому времени, училась там. И она была взята в плен. Ее взяли в плен, но так как она говорила на немецком языке, ей как-то Бог открывал двери, и она оказалась в хороших, в лучших условиях концлагеря, чем были другие люди. Время над временем, чем другие женщины, другие военнопленные или пленные. И через время она оказалась уже в более лучших условиях, где она готовила обед, для ужин, для заключенных. Имела какие-то лучшие привилегии и так далее. Но она переписывалась со своими подругами из университета. И она рассказывала, что она познакомилась с верующими людьми немецкого происхождения. И они ей больше рассказали о Боге. И она больше узнала о Христе от немцев. И она рассказывала, что они стали ее братьями и сестрами. И эти письма проверялись службами безопасности Советского Союза на то время. И когда война закончилась, у нее была возможность остаться тут, возвращаться назад в Советский Союз или остаться в Германии. И она приняла решение возвращаться на родину, потому что там была ее семья, там была ее родная сестричка Зина, у которой было пять детей. Там была ее сестричка Вера Андреевна. Это жена Виктора Ивановича Белыха. И там был ее братик, любимый Анатолий Нечипуренко, отец большого семейства. И она любила всех их. Она хотела возвратиться. Там была мама ее, там был папа. Но когда она приехала, она не знала, что ее ожидает суд, так как ее подруги передали все эти письма в службу безопасности. И ее признали изменницей родины, хотя она была отправлена недобровольно. Она не сама поехала туда, но так как она говорила очень хорошо, к тому времени почти без акцента на немецком языке, ее признали как предательницей родины. И осудили девушку, молодую девушку на 8,5 лет. Тюрем, зоны. И она провела эти года в Магадане в тяжелых условиях. Женских тюрьм много работало. И надорвалось ее немножко здоровье. Но когда она возвратилась, возвратилась, окончился этот срок, она приехала назад в Криворог. И там была ее сестра Зина, которая имела пятеро уже детей, и ее муж Василий Николаевич, это мой папа. И она была больная, или имела раковую опухоль, которая была уже четвертой степени. И моя мама, Раиса Андреевна, сжалилась над ней. И ее сестра Зина просила, говорит, будь с моими детьми, помоги воспитать их. Если я уйду с этой жизни, воспитай их. И она взяла воспитание, помощь, любовь над этими детьми. И потом, через время, когда ушла ее сестра Зина, они женились, и мой папа стал ее мужем. И у них еще было шестеро детей. Итого у нас было 11 братьев и сестер. И одна вещь, которая меня всегда удивляла, то, что мы не жили богато, мы жили в нужде. Но у нас всегда был хлеб на столе, всегда была еда на столе, всегда был уют. Наш дом всегда был открыт для гостей. Я вспоминаю, иногда в комнатах очень часто проходили разные молодежные, детские конференции. Людям настолько было приятно быть в нашем доме, что часто оставались ночевать, общаться. Дом был наполнен вот такой дружеской атмосферой. Мы все любили друг друга. И что меня удивило, или удивляет вот в моей маме, что за все года своей жизни я лично никогда не знал, что оказывается у нас пятеро старших братьев и сестер рождены от одной мамы и шестеро от другой мамы. Я никогда не знал. И я узнал это уже когда был взрослый. Никто мне об этом не говорил. И для меня было это в какой-то степени неожиданный такой сюрприз, потому что ее отношение было ко всем детям одинаково. И она всех любила и заботилась и старалась, чтобы мы все друг друга любили, уважали. И она уже на небе. Она ушла на небо, но вместе с ней ушла память о ней, о ее подвиге. И подвиг больше всего, что не только то, что она решила возвратиться назад в Советский Союз из Германии, зная хорошо немецкий язык, имея возможность жить в Германии или поехать в любую другую страну, в Америку и так далее, она приняла решение возвратиться. Но самое, что трогательно для меня в этой всей истории, что когда был суд и ей присудили обвинение, то в этом обвинении было написано, что она назвала братьев и сестер немцев верующих, что они были для нее братья и сестры. И когда у нее спрашивали на суде, как ты могла сказать, она говорит, для меня верующие люди в Бога, все братья и сестры, нету разницы в какой они стране. но они говорят, они же напали на нашу страну, они же разрушают нашу страну. Она говорит, эти люди, которые братья и сестры, они не разрушают, они мирные и они наполнены любовью. И сегодня я смотрю на вот эту ситуацию, на то, как она это сказала и почему ей поставили это в обвинение, что она назвала их братьями и сестрами. В какой-то степени в нашем мире сегодня люди делят себя и свои семьи по национальностям. Я вот смотрю, ну как я могу разделить себя и взять из себя вытащить часть русского, потом мама у меня чисто еврейка, ее родная мама Мария Амосовна и ее отец Андрей Моисеевич. Это еврейские родители стопроцентные и если глянуть на ее сестру Веру, на ее брата Анатолия, который уже на небе, это очень похоже на людей из еврейского происхождения. И вот я жил на Украине, родился, внутри у меня есть что-то русское, потому что отец у меня родился в России, есть у меня что-то из еврейского рода по маме. И я вот думаю, может ли человек называть себя только одной национальности? Может ли он, сегодня я хочу обратиться ко всем вам, может ли человек из своей жизни вытащить какие-то принадлежности к другим национальностям? Наверное, нет. и сегодня я хочу всех вас призвать, кто когда-либо будет смотреть эту программу, живите в мире, живите и любите всех национальностей, потому что у каждого из вас есть где-то в наследстве, если посмотреть назад, кусочек каждой национальности. перед тем, как Сережа споет песню, которую мама очень любила, я также хочу немножечко рассказать за эту прекрасную женщину. Она для меня не только свекровь, она для меня была также мамой Раей. Я расскажу историю со своей жизни. Я думаю, что эта история будет полезна не для молодых женщин, а для более пожилых, которые уже дети, взрослые, например, сын или дочь выходят замуж, женятся, что именно таким женщинам будет полезно послушать. Я родилась в Симферополе и прожила в Симферополе и когда у нас была свадьба, то я должна была ехать в Эстонию, так как Сережа был в Эстонии, а я с Симферополя, то я, как и все девушки, очень-очень переживала, как меня встретит семья, как меня полюбят в церкви, потому что для меня было все-все новое. И особенно я переживала, как меня встретит Сережина мама, потому что я понимала, мама это самая близкая, и когда она отдавала своего сына, она его воспитала для меня, отдала она для меня этого сына, то я понимала, что она будет смотреть, как я отношусь к нему, уважаю, люблю ли я его так, как она любит. Поэтому я очень переживала, как и все вы молодые девушки. Пришло время, свадьба окончилась, мы себе купили в скорости дом старый, в этом старом доме сто лет был, он хороший, но очень старинный, у нас был большой участок. Все вы знаете, что в Эстонии лето очень короткое, и за это лето все должны успеть вырастить огурцы, помидоры, и все должны выращивать в теплицах. Я из Симферополя, мы жили в городе, и у нас не было никакого огорода, не было никакого участка, что у меня никакой не было экспириенс, или я даже не знаю, как, не было никакого опыта, как выращивать огурцы, помидоры еще в теплицах. В Эстонии мы должны это все были сделать, так как мы были совсем молодые, нам было по 21 год, Сереже и мне, я помню, в мае месяце мы поженились, в июне надо было сажать эти огурцы, помидоры в теплицах. Мы также работали, и я помню, мама Рая говорит, Леночка, давай вы сделаете себе тоже теплицу построите, там будете выращивать огурчики, помидорчики, чтобы потом их закатать на зиму, и зимой должна быть какая-то продукция, чтобы мы зимой ели огурцы и помидоры. Ну я говорю, окей, давайте я с удовольствием, хотя я никакого опыта не имела, с этими огурцами и помидорами. Все, Сережа вместе сделали теплицу, все вроде красиво получилось, все хорошо, мама Рая принесла мне рассаду, все мы посадили, все было хорошо, но в Эстонии все знаете, что в Прибалтике летом белые ночи, и до такой степени быстро растут эти сорняки или как их называют бурьян или сорняки, которые растут и днем и ночью. Получается, что мы посадили эти огурцы, помидоры и у нас огурцы, помидоры не росли, а рос только бурьян. И каждый день мы приходили, вырывали их и нам так неохота было. Вы знаете, когда молодой человек, нам неохота было даже заниматься этим огородом. Я просто рассказываю историю, веду к одной вещи. И я очень переживала, когда Мама Рая ехала ко мне проверить, как у меня там все растет, я так переживала, потому что у меня все было с запустением. Одни сорняки везде растут. И Сережа говорит, у нас ничего не получается. Я говорю, извини, у меня никакого опыта нету с с этими огородами абсолютно. Мы всегда на базаре покупали, потому что в Симферополе лето теплое и там все росло и мы покупали, так как мы жили в городе. И вот приходит Мама Рая ко мне домой, я так переживаю. Она заходит в теплицу, говорит, у вас так вообще огурцы, помидоры здесь не видно. Она пыталась там вырывать, вырывать, она несколько дней у нас провела, чтобы помочь, а потом приходит, через время опять у меня то же самое. она мне говорит, Леночка, знаешь что, я вот так подумала, давай, давай ты будешь ко мне приходить, у них большие теплицы были, приходить будешь и помогать и потом мы сделаем на зиму несколько там банок огурцов, помидор и для вас это будет достаточно. Я так обрадовалась, но давайте, давайте, потому что у меня ничего не получалось. Первый год, все, я вообще не сейчас там мы понимаем как эти огурцы, помидоры, простите, раньше я этого ничего не знала. Но я веду этот поинт, что насколько эта женщина мама рая. Она подошла с мудростью, она сказала, Лена, давай сделаем так и так и так. Она мне не упрекала, она мне не говорила ничего, как это так ты выросла и ничего не знаешь. Поэтому я очень благодарна, что у меня вот такая свекровь, и это моя мама, так же ее называем мама. Столько лет мы прожили вместе, она меня никогда не обижала, никогда меня не упрекала, она давала очень мудрые советы, потому что она очень мудрая женщина. Поэтому, смотря на нее, я смотрю, что мы, пожилые женщины, можем разрушить дом своего собственного сына или своей собственной дочери. Или мы можем созидать, мы можем не вмешиваться, мы можем не упрекать, помогать, подсказывать. И поэтому мне на всю жизнь остался такой вроде как и смешной пример, но я прошла. Это первое такое было столкновение с моей свекровью, но она так себя повела, что мы с ней всю жизнь были друзьями. Поэтому я хочу вам сказать, дружите невестки и свекрови, будьте как родные дочь и мать. Слушайте, Сережа споет песню для мамы. Я хочу спеть. И мы разговаривали с мамой, и я маме говорю, мам, вот какую ты любишь христианскую песню, вот какую ты любишь, я тебе сыграю на гитаре. И она мне говорит, хочешь мне сыграть и спеть? Я говорю, хочу. И она говорит, спой. И она мне говорит, самая моя любимая, которая я прошла всю тюремную зону концлагерь. Это в горнем ущелье укройся. И я хочу для всех вас и для нее. Она на небе утешается с ангелами, радуется. А я хочу на этот день мамы спеть хотя бы один куплет этой песни. Кто-то из вас, из пожилых людей, уже кто прожил в возрасте, вы знаете эту песню. она известная для вас. Но для молодых и среднего возраста и людей, которые пришли к Богу, Христу уже поздние года, вы не знаете ее. Поэтому я хочу спеть ее, а вы просто послушайте слова. В этих словах находится очень много. в горнем ущелье укроюся, ты истомленный трудом, кровью Христовая твоя молься, ты истомленный грехом. Душу теснит искуситель, истомленный 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 грехом. Верной защитой Он будет, Время твое понесет, Он никогда не забудет. Слезы сочей сам отрет, видит свои Он скитая, все удалит воздыханья. Плач прекратит истина я все слезы сочей сам отрет, все слезы сочей Сам отлет Господь, я молюсь За всех матерей, за всех мам И тех мам, которым так трудно нести этот труд Родить ребенка, воспитать его, поднять его Они остаются мамой всю жизнь Даже когда ребенок взрослый Я молюсь и благословляю каждого из них в отдельности Поддержи, дай им силы В этом службе, непосильном труде Которому принадлежит великое воздаяние Во имя Иисуса Христа Будь с ними, благослови их, учешь А также дай всем детям Помнить своих мам И в этот особый день почтить их И воздать тебе славу Я благодарю тебя от всей души За мою маму Раюсу Андреевну Попкову Которая является для меня героем Потому что то, что она сделала Я не знаю никого, кто мог бы так сделать, как она Будь благословен И я славлю тебя И благословляю во имя Иисуса Христа Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok